Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Монотиаду и я приветствую вас на своем канале. Тема сегодняшнего расклада – наша новая жизнь. Посмотрим, чему вы научились, что осознали, куда идете в своей новой жизни и еще много чего интересного. Тему данного расклада предложила Алла, я боюсь произнести фамилию, Колотилина. Я прошу прощения, если я произношу неправильно. Я надеюсь, что я все-таки правильно произнесла. Если нет, еще раз извиняюсь. У нас будет три позиции. Сделаю две, нет, три, потому что вопрос все-таки много, но сделаю три. Вот так у нас будут камешки лежать. Не знаю, были ли уже, так или нет. Зелененький, голубенький и красненький. Первая, вторая и третья позиция. Выбирайте. Молодец я. Потом он называется. Испачкал весь стол. Вот, вот, ну ничего страшного. Заодно дала вам время на выбор. Позиции, надеюсь, вы выбрали. Мы отодвигаем. Красненький и голубенький. И приступаем. Позиция номер один. Чему вы научились? Чему вы уже научились? Вы научились ценить себя? Вы научились, просто сказать, противоположно, да? Вы научились, скорее всего, перестали обесценивать себя. Научились больше понимать, уважать себя, то, что вы хотите, свои потребности, свои нужды. Вы их уже осознаете, умеете об этом говорить, проговаривать, относитесь к себе уже как-то с уважением. Эта энергия недавно у вас, она новая. Но уже само понимание того, что вы ценность сами для себя, вы подарок, единственный подарок в своей жизни. И второго такого, как вы, человека, не будет у вас. Поэтому учитесь относиться к себе бережно и с любовью. Все еще будут еще на колоде Чака специально, и мы посмотрим здесь, чему вы уже научились. Ну, вы уже здесь пожинаете урожай, да, своих трудов. Возможно, вы уже давно и много над собой работали, и сейчас получаете как раз-таки результат. здесь неожиданно пошло так много дыма. Я стала как курица копченая. Здесь произошло такое, знаете, пробуждение к вам, как будто бы пришло понимание того, именно кто вы есть. Вы глубоко работали над собой, то есть здесь не просто проработка каких-то страхов, а именно действительно подзапарились, да, хочется сказать, над собой и глубоко копнули, глубоко копнули, потому что многие вещи касательно своей жизни вы уже понимаете, понимаете, где и в чем вы ошибались, почему с вами происходило то, что происходило. Здесь карта пробуждения, она говорит сама за себя об очень многом, и вы стали, знаете, как будто бы неким первопроходцем, независимо от того, чем вы занимаетесь, возможно, вы действительно в прямом смысле ведете за собой людей. Здесь такое ощущение, что вам не дано по жизни иметь какого-то учителя, и получилось так, что всю свою жизнь вы на своем собственном опыте, как-то, пусть сказать, да, на своей шкуре, все пробуете, все изучаете и в дальнейшем ведете за собой людей. Поэтому, как правило, именно первопроходцам не даются учителям, потому что именно свои собственные ошибки, свой собственный опыт, он очень важен. Исходя из этого, вы сможете, знаете, как-то вот не понаслышке, не консервными вот этими знаниями из книг, а именно из своего собственного опыта вы понимаете, вы приходите к каким-то очень глубоким пониманием, осознанием, и в дальнейшем вам легко будет передавать данный опыт. Поэтому, как правило, повторюсь, еще раз скажу, что таким людям, как вы, не даются учителя, ну, то есть наставники в прямом смысле. Для вас, учителям и наставники являются сама жизнь, сами ситуации, да, вы как будто бы, не зря здесь идет уборка урожая, вы своим собственным трудом заслужили все то, что вы имеете сейчас, здесь не столь вопрос материальных благ каких-то, сколько я вижу больше сбора урожая касательно именно вашего мировоззрения, здесь как-то вот глубоко внутри вас что-то изменилось, очень много осознаний. И здесь ощущение того, что вы как будто бы выдохнули, да, знаете, как-то с легкостью, какой-то груз с плеч, облегчение того, что теперь я понимаю, что можно жить намного проще, можно жить намного легче. И жизнь на самом деле это не борьба, а вот здесь как будто бы узнали свои какие-то сценарии, установки, и нашли ключик, решение к тому, как теперь жить. То есть здесь вам дались, открылись какие-то знания, как вам дальше двигаться по жизни. Это вот, вы знаете, вот подарок вам дали за ваши труды. И вы стали учителем уже для других людей. Хорошо, что вы осознали? Давайте посмотрим, что вы осознали. Ну вот вы проработали это все. То есть у вас пришло осознание касательно вашего собственного эго, что на самом деле вы сами разделяли себя, отдаляли себя от других людей через, знаете, как-то вот самопожертвование, что я все на себе тащу. Я не случайно сказала, что какое-то высвобождение угроза было, да, что в жизни ничего легко не дается, и надо как-то все время чем-то жертвовать, как-то на себя брали больше ответственности, чем могли унести, взять. Как-то тащили на себя, на себе, возможно, обязанности семьи, какие-то еще обязанности. Может, на работе какие-то обязанности брали. Все только для того, чтобы у вас была заниженная самооценка. Я же говорю, вы научились любить себя, и ваша самооценка поднялась. А у вас была заниженная самооценка. Вы это осознали, вы поняли, в чем причина, понимаете, что причина на самом деле была в вашем эго, когда вы говорили, что я недостаточно хорош, хороша для того, чтобы быть всем хорошо, а мне сложно по жизни, да, я вот должен за все бороться, сражаться, все должно заслужить. И вот урожай, который мы собрали, как раз-таки после урока предательства, который вы осознали, что на самом деле в связке с эгоизмом здесь получается предательство, когда вы не даете права выбора. Здесь вы осознали, что значит свобода выбора, что если человек уходит, это его право, и мое право принять этот выбор, либо не принять этот выбор. То есть предательство. Вы в каких-то моментах осознали даже, что в чем вы сами себя предавали, где и как. То есть где вы вот это вот жертвовали, никому не нужная жертва, детские вот эти вот сценарии. Здесь очень много работы было, но негативные сценарии – это предательство, самопожертвование и конкуренция. То есть здесь вы проработали, и вот у вас отсюда-то и появилась вот эта ведущая карта любви к себе, и отсюда-то и самооценка поднялась. Да, вот вы проработали это все и стали к себе относиться иначе. Хорошо, куда вы идете? Постой, паровоз, да, не стучите колеса. Куда вы идете? Куда вы идете? Вы оттачиваете свое мастерство. В профессиональной сфере, да, вы углубляетесь, вы продолжаете изучать, изучать что-то для себя. Может быть, это хорошо забытое старое. Может быть, скрываете какие-то архивы. Может быть, ударились в прошлое, в анализ. Но однозначно в глубину, в повышение своей квалификации. Вам недостаточно уже то, что вы знаете. Вы хотите знать намного больше, много глубже. Вы хотите стать мастером своего дела. И здесь не то, что вы приобретаете новые какие-то качества, а вы оттачиваете, вы работаете каждый день на тем, что вы уже знаете, в том, что вы уже умеете. Здесь идет шлифовка, здесь какие-то нюансы, которые вы оттачиваете в своем мастерстве. Здесь как раз-таки у нас и проходит именно профессиональная сфера. Вот вам продолжают открываться какие-то знания, да, какие-то таинства. Может, возможно, вы здесь что-то читаете. Кто-то, может быть, медитирует, но здесь вот что-то скрытое, что-то непроявленное. Вы идете туда, в те знания, здесь какие-то духовные знания, мистика, что-то скрытое, тайное, то, что не дано всем. Здесь даже вы приходите именно к пониманию, как быть в балансе, да, понимание времени. Здесь какая-то такая, знаете, зрелость будет, когда вы получаете знания, с одной стороны, вам это упрощает жизнь, а с другой стороны, у вас появляется какая-то, знаете, такая внутренняя тишина, внутренняя гармония, когда вы становитесь созерцателем этого мира, когда вы просто смотрите и наблюдаете, что с вами происходит, и тихо, спокойно принимаете любую ситуацию, которая случается с вами, потому что вы познали глубину того, того, как все устроено, что нету смысла как-то переживать, волноваться, что на самом деле очень приятно находиться в каком-то, таком, знаете, балансе с самим собой и в потоке, и понимая то, что изменить вы так или иначе ничего не можете, но вы кроме именно своего восприятия этого мира. Здесь очень какие-то глубокие знания к вам придут, туда вы идете, стремитесь к этим знаниям. Каких результатов хотите получить в новой жизни? Связь, связь с высшими силами. Связь с высшими силами здесь, причем, знаете, любым способом как-то наладить контакт. Здесь выпала семерка мечей, обычно, в обычной трактовке она говорится о какой-то хитрости, самообмане, выгоде, вторичной. Но у меня здесь идет о том, что вы хотите найти какие-то, знаете, здесь здесь такое ощущение, что не то, что вы ищете способы, как-то сказать, не хитрые способы, а вот как у первопроходца, да, вот у вас есть неординарное какое-то такое мышление, и вот эти вот взгляды на мир, да, как бы так вам объяснить, не то, что вы хотите хитрым путем, как это все получать, а здесь, знаете, хотите какие-то вот свои способности довести до идеала таким образом, чтобы это облегчило вам саму жизнь. И здесь такое ощущение, что вы хотите наладить связь с высшими силами, да, то, во что вы верите, таким образом, чтобы получать информацию напрямую, ну, допустим, о том, как устроен мир, кому-то надо, допустим, послушать меня, либо еще кого-то, да, либо перелопать большое количество информации, а есть возможность напрямую подсоединиться к источнику, информационному источнику нашего поля и получать напрямую информацию без каких-либо искажений. Вот здесь вот вам вот эти вот знания, они как будто бы нужны именно вот для этой хитрости, хитрости в контексте того, что не то, что легкий путь, потому что на самом деле этот путь тоже не легкий, он тоже дается через какие-то знания, через какие-то труды, работа над собой, практики постоянной, но здесь вот как-то неординарным вот этим вот способом вы хотите получать знания, причем, знаете, а вот именно от первоисточника, да, здесь вот вы хотите использовать свой разум, для вас это достаточно сложно, и вот то, что кажется, что это хитро, на самом деле, знаете, вот так хитрость здесь, возможно, заключается в том, что вы хотите пойти вот в это новое, не оставляя позади каких-то своих старых привычек, здесь вот ощущение, знаете, я как будто бы хочу перемен, торг со вселенной, я хочу перемен, да, но при этом я хочу, чтобы перемены были только, допустим, позитивные, да, я хочу открыть себе какие-то способности, но не хочу, чтобы эти способности мне вредили, или я там, допустим, с ума сошел, либо еще что-то, здесь вот как-то вот такая вот уловочка, но на самом деле я не вижу в этом ничего такого плохого, давайте я все-таки уточню, с чем связано это, с эмоцией, да, здесь, знаете, я не хочу переживать, да, я хочу получать информацию, я хочу развиваться, но я не хочу волноваться, я не хочу, чтобы меня это тревожило, чтобы меня выводило это из гармонии, из баланса, я не хочу, чтобы, знаете, как будто бы вот терять себя, как-то вот здесь вот хитрость, вот тоненькая такая, психологическая, я хочу измениться, но с минимальными какими-то такими потерями, но всегда через связь с высшими силами, через связь с высшими силами, через то, чтобы смотреть как-то на мир иначе, да, то есть находить решения какие-то неординарные, здесь несколько вариантов может быть, так, а каких результатов вы получите по факту, то есть что вы хотите, мы поняли, а что получите, получите свое новое, получите, получите реализацию каких-то вот этих своих новых задумок, получите связь, будете пробовать, будете практиковать, да, вам удастся войти вот в какой-то вот новый этап в своей жизни, с чем он будет связан, ну, с тем, что, во-первых, вы оставите, да, вы научитесь принятию, полному принятию себя, вот то, что, в принципе, вы уже и пришли, и здесь принятие будет, то есть вы научились ценить себя, а здесь вот знаете, вот принятие, то, что вы раньше не могли принять, то, что вам казалось, что вы потеряли, то, о чем вы скорбили, может быть, знаете, здесь даже в контексте, что вы как-то много чего, что-то практиковали, не получали результата, а здесь получается так, что вы этот результат получите, знаете, такое, знаете, как будто бы вознаграждение, да, за свои труды, здесь вы познаете духовность, вы принимаете себя, вы осознаете вопросы одиночества, что на самом деле они не существуют, здесь вот эти вот страхи одиночества, ненужности, непонятости, вот эти все страхи, они будут проработаны на самом деле, вот ваши утраты, ваши слезы, которые вы проливали, они будут не зря, у вас здесь произойдет исцеление, что-то хорошее придет в вашу жизнь, какая вас ожидает новая жизнь, при условии, что вы действительно изменились, работали над собой, и будете продолжать работать над собой, какая ваша жизнь ожидает, ну, по императрице, какая может быть жизнь, мы забили, жизнь достаточно эмоциональная, яркая, как правило, это всегда говорится о плодороде, о каком-то наслаждении, удовольствии, любви, земных каких-то аспектах, да, такая вас жизнь не ожидает, да, будете дальше продолжать искать ответы на вопросы, почему, что, как, в этом, вероятно, ваша вся суть и есть, то есть поиск, всконечный поиск, который будет приносить вам удовольствие, вы найдете золотую середину для себя, знаете, какое-то вот такое внутреннее вот это успокоение, баланс, которого вы хотели, гармонию, вы придете к этому, но периодически у вас будут возникать какие-то вопросы касательно жизни, именно поиска, который будет выводить вас из этого равновесия, но вам это нужно будет только для развития, если вы периодически будете обновляться, развиваться, это ваш путь, это ваш путь, который вы выбрали сами, и он вам, как я вижу, нравится, вы действительно уже много чего достигли, вот такая вот у нас была первая позиция, мне понравилось, мне понравилось, то, чего вы достигли, и мы с вами переходим к позиции, номер два, голубенькому камешку, видно, позиции номер два, так, а чему вы научились? Выбору, наконец-таки двоечки мои любимые, я всегда говорила о том, что вам сложно было выбрать, вам сложно было определиться, вот куда идти, что делать, что есть мое, что не мое, правильно ли я делаю, вот здесь наконец-таки вы, научились совершать выбор своим сердцем, вы наконец-таки научились ставить себя на первое место, вы научились дружить, дружить, дружить с собой, дружить с противоположным полом, но здесь скорее всего больше с собой, вот вы как-то подружились, вы стали больше принимать, здесь принятие идет, вы раскрыли в себе свои способности, вы их приняли, здесь ощущение того, что наконец-таки вы приняли сами себя, наконец-таки вы приняли свою природу, свою вот эту вот эмоциональность, которую я периодически вам говорила, которая вводила вас апатию, ваша чувствительность, здесь у кого-то может быть открылись какие-то способности, вот вы вот эту вот свою красоту внутреннюю, вы ее уже не видите как наказание, а вы уже видите ее как некий дар, что на самом деле вот эта вот ваша чувствительность, ваша ранимость, эмпатичность, она вам не во вред, а именно правильное применение ее использования, оно дает вам вот это вот удовольствие, наслаждение, здесь как будто бы такое ощущение, что вот вы расслабились, приняли себя, и это придало вам какую-то силу, то есть вы долгое время бороли с собой, сопротивлялись, что-то не принимали, а теперь произошло то, что вы наконец-таки определились, наконец-таки приняли, наконец-таки смогли двинуться дальше, и вот это дало вам, знаете, силу, но не мощь, а именно какой-то легкости, радость, то есть вы как будто бы научились получать удовольствие от жизни, научились расслабляться, научились как-то более спокойно, мягко ко всему относиться, что вы осознали? Я же говорю, жить научились. Вы научились жить действительно, вы наконец-таки приняли вот этот вот момент, во-первых, страх смерти, возможно, вы его действительно поработали очень много, да, здесь, возможно, произошла трансформация, и вы, по крайней мере, стали разрешать себе намного больше, стали, вот я говорила, получать удовольствие и наслаждение, то есть вы как-то разобрались с этим вопросом, и стали больше наслаждаться, проработали вопрос, что жизнь какая-то, знаете, тяжесть, тяжесть, что все, что вы делаете, я устал, мне надоело одно и то же, здесь, возможно, вы научились спросить у людей о помощи, да, какая-то, делегировать какие-то свои моменты, возможно, здесь и вопрос работы, как-то вот поменялось ваше восприятие непосредственно самой работы. Я помню, я говорила очень долгое время двоечкам о желании быть особенным, что я не такой, как все, меня не любят, меня не понимают, и так далее, и так далее, вот здесь вот этот вопрос, мне кажется, вы тоже уже осознали. Я не могу сказать, вы проработали или нет, но, по крайней мере, к вам пришло осознание, и вот это вот осознание, оно дало вам силы двигаться дальше. Здесь вы как будто бы помирились с миром, понимаете, у вас перестала быть вот эта вот война и разграничение между я и другие, я и мир. Вот вы успокоились, да, успокоились, и вот родились, родились заново, да, ушла вот эта вот холодность, ушла вот эта смерть, я не знаю, что вы сделали. Молодцы, умнички. Куда вы идете? Вы идете дальше. Вы идете, возможно, в новые отношения, возможно, вы идете за зовом своей души. Вы поставили позади боли, травмы, скорбь, боль, слезы, утраты. Вы здесь, знаете, стали больше наслаждаться, я еще раз повторюсь, но здесь карта именно это показывает. Вы стали слушать больше свое сердце, вы стали слушать больше свое состояние. разрешаете себе уже намного больше, и отсюда у вас есть наполненность, и вам это нравится? Вы нравитесь сами себе. Здесь как будто вы получили какое-то внутреннее успокоение, и идете именно по этому пути. Каких результатов хотите получить в новой жизни? Страшно еще вам общаться с людьми, страшно еще высказывать свою точку зрения, страшно, знаете, здесь чувство вины, что я скажу, и вдруг я кого-то обижу, вдруг я кого-то раню, но вы, по крайней мере, пробуете это, вы идете именно к тому, чтобы позволять другим иметь свою точку зрения, и сами высказываете свое мнение уже так, как умеете, так, как можете. Да, вас это пугает, да, вас это страшит, но вопрос коммуникации именно к налаживанию контакта с другими людьми. Так, к этому результату идите. А каких хотите получить по факту? Какие получите по факту? Активность у вас появится. Активность здесь идет разрушение. Будут разрушения вот этой вот вашей неуверенности, и будут даны возможности и шансы на построение чего-то нового, да, каких-то своих амбиций, каких-то своих желаний, построения своего нового мира, новых правил. Здесь как будто бы вопрос границ будет вставать. То есть вы хотите, знаете, как будто бы ваше желание только научиться доносить до людей свое мнение, принимать как-то их мнение, ну вот разговаривать больше, да, а по факту получите намного больше, по факту вы получите уверенность в себе, вот это вот внутреннее нестежие, о котором я постоянно говорила, что такое ощущение, что вот вам не хватало, что вы слишком мягкие. А здесь получается не то, что вы станете жесткими, а вы станете более активными, более амбициозными, у вас появится желание, вы захотите двигаться, вы будете, ну вот здесь огонь, огонь появляется. Всегда у меня двойки были кубковые, а здесь огонь появляется. По факту вы получите намного больше, чем то, к чему вы идете. Какая вас ожидает новая жизнь, при условии, что вы изменились, работали над собой, но вы станете императором, вы станете человеком, который знает, чего хочет, как он это может получать. То есть вы не просто проработаете навык коммуникации, а вы сможете находить подход к людям, уметь их убеждать. То есть вопрос коммуникации будет закрыт. Это придаст вам силы, уверенности. Да, вы научитесь выстраивать границы, то, чего вы раньше не умели. Вы сможете взаимодействовать с людьми на равных, понимать, что они хотят, как они хотят. Вы станете хозяином своей жизни. Супер прям, двойки прям, такой колоссальный, вот я могу сказать, что это действительно квантовый скачок. Прям от того неуверенного человечка, прям карта сама выпала гармонии, кем вы были, прийти именно к человеку, который находится в гармонии как с собой, так и с другими людьми. То есть вот этот вот аспект того, что меня никто не понимает, я бедный, несчастный, я не такой, как все, я белая ворона, прийти к тому, что вы спокойно на равных разговариваете с людьми, люди вас уважают, прислушиваются к вашему мнению. То есть не борются с вами, не сопротивляются, а именно с вами дружат, а именно с вами общаются, находятся с вами в гармонии. Мне кажется, это очень замечательный результат, и коль бы была вот эта вот двойка кубков сверху, да, гармония, и любовь мы ее и оставим. Молодцы двоечки, очень прям порадовали, много поработали над собой. Так, это у нас с вами была позиция номер два. Так, и мы с вами переходим к позиции номер три и красному камешку, кто загадал красные камешки. Чему вы научились, троечки мои дорогие? А вы, знаете, либо получили семью долгожданную, такую, какую вы хотели, либо пришли именно к завершению какого-то большого опыта в своей жизни, потому что десятка педаклей это последняя карта по всей колоде, то есть здесь завершение какого-то этапа, вы действительно завершили свой путь, пришли к построению какой-то стабильности, надежности, опоре. Возможно, кто-то научился уже зарабатывать деньги, кто-то уже создал семью для себя, ту важную, ту значимую, та, которая является действительно фортом вашей жизни. Здесь люди бросили уже какой-то якорь в своей жизни. Так, давайте мы еще здесь посмотрим, чему вы научились. вы открыли, во-первых, себе, кто-то действительно работал и хотел, какие-то прорицательные способности выпал здесь пророк. Так, божий учитель, да, и бухтворение. Но я же говорю, здесь кто-то вышел именно, получив опыт в своей жизни, вышел в духу, в учительские какие-то энергии. кто-то начал создавать что-то свое, творить что-то свое, кто-то словил эту волну творения. Здесь как-то, знаете, такое ощущение, что вы действительно стали учителем. Чтобы я уточню, учителем для кого-то другого. Да, здесь как будто бы шанс вам дан, и вы сфокусировались именно на да, на своей какой-то внутренней силе, да, на как-то вот на понимание своей воли внутренней, что ли. Здесь вот как-то приобрели... Здесь такое ощущение, вот если вы работали, вот люди здесь научились работать со своей энергией, да, вот со своей внутренней силой, со своим внутренним стержнем, опорой. Вам был дан шанс, да, у нас такое ощущение, что прям пробуждение произошло у кого-то действительно, прям озарение произошло. Такие серьезные, глубокие уроки, возможность вам была дана. Как будто вы стали себя понимать, укротили вот как-то свои страхи, поняли, разобрались с ними, и это вот придало вам больше энергии, и какие-то новые возможности у вас открылись, возможности по жизни, и вы уже стали, ну, по крайней мере, если не все, то уже кто-то в начале этого пути, кто-то уже прошел чуть больше, но здесь до середин еще не дошли именно в учительстве, именно в передавании каких-то знаний глубоких. А что вы осознали здесь? Что осознали? Что осознали? здесь было какое-то, вы знаете, непринятие, ненависть, с чем она связана, вы приняли как будто бы свои эмоции, помните, я вам говорила троечки часто о непринятии своего, какая-то эмоциональная жадность у вас была, не удивлюсь, если она сейчас выпадет, здесь вот принятие своих эмоций, понимания, вы как будто вы проработали вот эту злость, ненависть, здесь непринятие, непринятие каких-то своих способностей, своего дара какого-то, вы это проработали, именно возможно эмпатию, возможно как-то чувствование других людей, здесь какие-то свои способности вы их просто приняли, до этого у вас не было принятия, и вы злились, хотя вы знали о своих способностях, здесь какой-то ресурс раскрылся, да, Тиминова сказала про ресурс, что вы осознали, вы свои тени, вы поработали со своими тенями, со своими негативными аспектами, эмоциями, кто-то здесь работал с эмоциями, нужно срыв, 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 как будто вы знаете, какая-то нацеленность, совершение, вышли каким-то победителем, трансформация, трансформация у вас была, вы пришли как-то к балансу, а у вас периодически эмоционально, да, я поняла, периодически, почему вы стали божьим учителем, у вас срывы были эмоциональные, вас в качели бросало то в одну сторону, то в другую, какая-то, вы знаете, энергия такая была, достаточно эгоистичная и жесткая, вы это проработали, трансформировались и как-то пришли к какому-то балансу, к пониманию, вы здесь еще знаете, принятие каких-то законов было божественных, вы как будто бы не принимали борец за справедливость, вот это вот жесткое, да, я борец, так как правильно, так как нужно, борец за справедливость, он очень вызывал у вас какие-то негативные, неприятные вот эти эмоции и состояния, вы наконец-таки поняли, стали как-то здесь вот мягче и как-то поняли, что все достаточно субъективно в этом мире, да, и то, что допустим для вас является правильным, для кого-то другого, это не совсем правильно, вот здесь вот вы как будто бы свою хватку как-то за что-то выдержались, так жестко, прям жили по правилам, вот здесь вот это вот произошло изменение, как-то трансформировалось, здесь возможно был контроль еще, карты еще пока не показали, но вот этот вот контроль, вы как будто бы расслабили вот эту удавку и позволили вещам случаться, не то, что вы смотрите сквозь пальцы на это дело, а как-то более мягче, да, то есть перестали осуждать, вот здесь вот срывы были из того, что вот осуждали, да, не принимали мнение других людей, картину других людей, потому что вот ну, осуждение, вопрос правильности, справедливости, он здесь был очень-очень актуальным, такое ощущение, что вы как-то стали принимать более разумные решения, да, более спокойные, уравновешенные, взвешенные, то есть как-то сбалансировали ум, свой ум и сердце, так, это все вы осознали, а куда идете к стабильности, к стабильности, я сказала, что вы уже закончили, да, пришли, но вы продолжаете идти к стабильности в контексте финансов, да, то есть в новое, здесь может быть заработок новый, да, то есть только поменяли профессию, либо хотите утвердиться в новой профессии, либо поставить какой-то там фунтальный, да, здесь вот в новой работе хотите закрепиться, укрепиться вот в чем-то новом, здесь профессиональная сфера, да, приняли решение выйти из своего состояния вот этого апатического, когда ничего не происходит, когда нету сил, устал, что-то я уже как-то не верю ни в какие шансы, здесь как будто бы появилась надежда, появилась надежда на то, что вы сможете реализоваться в своей профессиональной сфере, в новом, те, кто из вас либо открыл что-то новое, либо пошел в новое, да, не те, кто уже устаканился, а те, кто пошел в новое, каких результатов вы хотите получить в новой жизни, развитие, развитие, перемен и действительно как-то утвердиться, но здесь опять-таки через вашу голову, через ваш ум, через правильное применение, через выбор того, что вы уже хотите не вас, чтобы выбирали, а вы хотите, но при этом все по справедливости, развитие вы хотите, каких результатов вы получите по факту, так хочется сказать семью, кто еще не имеет, либо по факту вы получите гармонию, но здесь, знаете, то, что вас искушало, вот в чем вы хотели получить гармонию, да, и вы этого боялись, вы это получите, в чем вас искушали, гармонию, здесь спокойствие, любовь, в том, что вам казалось, что вы никогда не выйдете из своего застоя, никогда не выйдете из своего вот этого ступора, были какие-то факторы, которые вас сдерживали, и вот эти факторы, они действительно вас искушали, вас проверяли, для того, что заслужили вы эту гармонию, любовь, или нет, либо семью кто что хотел была проверка да и на самом деле вы эту проверку прошли пройдете в будущем вам дадут то что вы хотите гармонию даже могу сказать что вам дадут больше чем вы хотите то что вы ждали долгое время то чего ждали долгое время на чем работали до чем трудились вы это получите для кого-то может быть эта независимость профессиональная для кого-то это может быть становление себя но здесь вот я вижу больше профессиональную сферу не столь даже семью либо даже если это семья то это партнерство в семье не доминирование кого то одного а именно такие знаете отношения партнерские которые бы устраивали как вас так и вашего партнера на равных есть то что именно на равных по справедливости хорошо какая вас ожидает новая жизнь при условии что вы изменились работали над собой новые возможности расширения какая жизнь выйдете из некой такой борьбы во первых который у вас была постоянно самим собой да и какая-то касательно финансов не сейчас здесь это все завершится завершится это да вы приходите как раз и вы хотели финансового изобилия благополучия финансового вы это получите то есть финансы для вас важны были до становление у вас важно было понимание и принятие осознание себя как целостной личности да вы это получаете здесь идет завершение причем такое ощущение что завершение каких-то достаточно долгих моментов к чему выше и вы выходите на другой уровень на качестве на другой уровень жизни действительно качественной жизни вас здесь произойдет обнуление да вы пойдете в свою новую жизнь здесь прям вот новая жизнь ставите позади свои прошлое какие-то моменты то что вы закрывались и действительно идете развитие вот эта остановка которая у вас была непонятные какие-то моменты это все останется прошлом неуверенность и так далее это все остается в прошлом да вы идете двигать здесь прямом смысле обнуляетесь и двигаетесь вперед по крайней мере к финансовому изобилию вы идете сто процентов вот такая у нас была третья позиция мои духовные учителя здесь я надеюсь вам расклад понравился что я говорю в принципе каждый раз нам еще раз поблагодарю аллу колотили но за идею к этому раскладу если у вас тоже есть какие-то свои идеи в разделе сообщества в предпоследнем посте в комментариях вы можете оставлять свои идеи напоминаю вам что на этой неделе в пятницу у нас будет пятничная акция я могу вам ответить 10 течение 10 минут на один ваш вопрос по ватсам бесплатно для этого присылайте заявки все что необходимо вся информация обо мне есть в описании любого моего видео и под этим видео также если вам интересно какие вообще есть расклады на моем канале если мы недавно подписались то опять таки в описании к этому видео есть список раскладов до ссылочка на список раскладов приходится смотрите какие расклады уже были и в разделе плейлистов смотрите интересующиеся вас темы а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока